Всем привет! С вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком и мы начинаем рубрику рецензии фильмов. И первым подопытным стала картина 50 оттенков серого. Трилогия Джеймс стала настоящим литературным феноменом. Тиражи обошли легендарную Патриану, а первый трейлер конкранизации назвали одним из самых просматриваемых видео YouTube за 2014 год. Ажиотаж грандиозный, только стоит ли оно того? Представляете, роман 50 оттенков серого появился как фанфит на другого литературного монстра Нетленные Сумерки Стефани Майер. А главными героями изначально выступали Эдвард Каллен и Белла Свон. Даже сырой вариант читателям понравился, а редакторы книжных издательств почуяли запах наживы. Эрика Митчелл быстренько переименовала своих персонажей в Анастейшу Стилл и Кристиана Грея, дострочила пару томов и взяла таинственный псевдоним Джеймс. Фильм по произведению, покорившего миллионы, наконец-то выходит в прокат в преддверии Дня Всех Влюбленных. Поклонники книги пойдут наверняка, поэтому наш обзор для сомневающихся. Определенно у Анастейши Стилл и Беллы Свон много общего. Обе девушки типичные серые мышки. Тихие, неуклюжие, ничем не выделяющиеся. А главное, на обеих падает большая любовь со всякими подвыпадвертами и препонами на пути к хэппи-энду. Разве что Дакота Джонсон, как-то поживее и посимпатичнее Стюарт. Как-то раз студентка-филолог Анастейша по просьбе заболевшей соседки Кейт едет брать интервью у знаменитого бизнесмена и мецената-покровителя, их университета мистера Грея. Таинственный миллиардер оказывается обаятельным красавчиком, который немедленно вгоняет в ступор горе-журналистку. Чудесным образом Кристиан сразу кладет глаз на девушку и начинает настойчиво добиваться ее внимания. В процессе ухаживания Ана обнаруживает, что в голове у нее прекрасного принца живут стаи жирных тараканов. А вместо занятий любовью он цитирует «трахается жестко, хотя последнее утверждение вряд ли сильно огорчает». Первые полчаса фильма до постельной сцены похожи на сплошное унылое занудство. Он прощупывает почву, она для приличия прячет глазки и кокетливо отказывается верить своему счастью. Так и хочется закричать. Бери, дура, миллиардеры на дороге не валяются. Вскоре романтический настрой мистера Грея стремительно сменяется чисто деловой хваткой. Он требует, чтобы Анастейша подписала специфический контракт, согласно которому она будет проводить в его доме три ночи в неделю и заниматься BDSM играми. Но, к черту странности, ведь у парня такой торс и вертолет. Сказать по правде, сюжетная линия 50 оттенков не несет никакой интриги, а лишь подводит к эротическим сценам. Если вы собираетесь на фильм только из-за них, то вперед, не пожалеете. Снято действительно качественно, смачно, красиво, обнаженный Дорнан, бог это не обсуждается, а субтильное тельце Дакоты Джонсон с небольшой грудью, далеко от пошлых порно-стандартов, поэтому, несмотря на обилие обнаженки, их многочисленные и страстные события выглядят практически как произведение искусства. Ладно бы герои радостно сношались, но там и драма какая-то пробивается. Исполненная романтических грез девственница, Анастейша постоянно ноет из-за того, что возлюбленный холоден, мало с ней разговаривает о личном и не хочет спать в одной постели. Кристиан показательно воротит нос от традиционных атрибутов конфетно-букетного периода и пытается максимально оградить свой мозг от тлетворного влияния влюбленности. В конце концов, нытье Анастейша начинает раздражать. Нервозность Грея кажется какой-то искусственной, а суть конфликта, назревающего в преддверии второй части, и вовсе ускользает. Что касается долгожданной темы БДСМ, то в фильме много теории. Кристиан все время сует девушке под нос злосчастный контракт, наполненный терминами. Вроде доминант, сабмиссив, стоп-слово и даже анальный фистинг. На деле он аккуратненько завязывает ей глаза, приковывает к кровати и слегка шлепает по попе плеткой с брутальным видом. Многим из нас такое после тесного общения с отцовским ремнем в детстве кажется мелкими шалостями. Да и вообще, не у нас ли говорят, бьет, значит любит. Розовые сопли с перчинкой одним словом. Казалось бы, Сэм Тейлор Джонсон режиссер достойный. Видимо, она выжила максимум из предоставленного литературного материала. О том, что кино закончилось и будет вторая часть, догадываешься лишь когда обиженная Настейша почему-то с гордым видом покидает своего любовника и начинаются титры. Причина конфликта нет, не спрашивайте, это слишком глупо. Если все-таки постараться собрать противоречивые выводы в кучку и выдать дельное мнение по поводу фильма, то можно сказать одно. Парни, соберите свою волю в кулак и сходите с девушкой на сеанс в честь злосчастного 14 февраля. К концу просмотра она будет в нужной кондиции, да и вы наверняка подчеркнете море полезной информации по части того, что нужно слабому полу. Если уж у вас нет личного вертолета и миллиарда, то научитесь хотя бы правильно шлепать партнершу. Когда 50 оттенков серого выйдут на физических носителях, то рекомендуем мужчинам закупить себе диск в личную коллекцию. Именно на такой фильм нужно звать девушку домой, если вы понимаете о чем я. Не нойте, первые полчаса выдержите, а потом не до того станет. Сильные и независимые дамы вы можете уже начинать высокомерно хаять новинку и с презрением отпускать едкие шуточки. Но мы знаем, что все равно посмотрите. Напомним, что фильм выходит в кино с 12 февраля. Режиссер Сэм Тейлор Джонсон. В главных ролях Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Люк Граймс, Виктор Асук, Элойза Маффенфорд, Марша Гей Харден, Рита Ора, Макс Мартини, Калум Кит Ренни и Дженнифер Илли. С вами был интернет ресурс megaobzor.com, оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересного. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok